ГУСТАВ ЛЕБЕР Л'ЭДУКАСИОН САНТИМЕНТАЛЬ ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТ ИСТОРИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ГЛАВА ЧЕТВЁРТА Однажды декабрьским утром, когда он шел на лекцию посудопроизводства, ему показалось, что на улице Сен-Жак больше оживления, чем обычно. Студенты стремительно выходили из кафе, другие перекликались, стоя у открытых окон. Лавочники, вышедшие на тротуар, с беспокойством глядели по сторонам, закрывались ставни, а на улице Суфуло он увидел огромную толпу, окружавшую пантеон. Молодые люди, кучками от пяти до двенадцати человек, прогуливались, взявшись под руку, и подходили к более многочисленным группам. В конце площади у решетки о чем-то с жаром рассуждали люди в блузах, а полицейские в треугольках на бекрень, заложив руки за спину, шагали вдоль стен, стуча тяжелыми сапогами по каменным плитам. Вид у всех был таинственный и недоумевающий. Чего-то явно ждали. У каждого на языке вертелся невысказанный вопрос. Фредерик стоял подле молодого благообразного блондина с усами и бородкой, какие носили щеголи времен Людовика Тринадцатого. Фредерик спросил его о причине беспорядков. — Ничего не знаю, — ответил тот. — Да и они сами не знают. Теперь у них так принято. Потеха! Он расхохотался. Петиции о реформе, распространяемые среди Национальной гвардии для сбора подписей, перепись Юмана и другие события уже целых полгода вызывали в Париже непонятные сборища. И повторялись они столь часто, что газеты даже перестали о них упоминать. — Нет у студентов ни запала, ни своего лица, — продолжал сосед Фредерико. — Сдается мне, милостивый государь, что мы вырождаемся. В доброе время Людовика Одиннадцатого и даже во времена Бенджамина Констана среди шкалеров больше было вольнолюбия. Теперь они, по-моему, смирны, как овечки, глупы, как пробки, и годны, прости господи, лишь бакалейщики. И это называется студенчеством. Эх, он развел руками, совсем как Фредерик Леметер в роли Робера Маккера. — Студенчество, благословляю тебя! Затем, обратившись к тряпишнику, перебиравшему раковины от устриц на тумбе у винной лавки, спросил, — А ты тоже принадлежишь к студенчеству? Старик поднял безобразное лицо, покрытое седой щетиной, среди которой выделялись красный нос и бессмысленные пьяные глаза. — Нет, мне кажется, ты скорее из тех, кому не миновать виселицы, и кто, снуя в народе, полными пригоршнями сыплет золото. — О, сыпь, патриарша, сыпь, подкупай меня сокровищами Альбиона! — Are you English? — Я не отвергаю даров Артаксеркса. — Однако потолкуем о таможенном союзе. Фредерик почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Он обернулся. — Это был Мартинон, страшно бледный. — Ну вот, — сказал он, глубоко вздохнув. — Опять бунт. Он боялся навлечь на себя подозрения и очень сокрушался. Особенно тревожили его люди в блузах, будто бы принадлежавшие к тайным обществам. — Да разве существует тайное общество? — сказал молодой человек с усами. — Это все старые сказки, которыми правительство запугивает буржуа. Мартинон попросил его говорить потише. Он опасался полиции. — Вы еще верите в полицию? — А, в сущности, почем знать, сударь? Может быть, я и сам сыщик? И он так посмотрел на Мартинона, что тот, перепугавшись сперва, не понял шутки. Толпа оттеснила их, и всем троим пришлось встать на лесенке, ведущей к коридору, за которым находилась новая аудитория. Вскоре толпа раступилась. Некоторые сняли шляпы. Они приветствовали знаменитого профессора Самуэля Рундело в широком сертуке, с очками в серебряной оправе, сдвинутыми на лоб. Страдая от одышки, он медленно шел читать лекцию. Это был один из тех, кто в области права составлял гордость девятнадцатого века, соперник Сахариев и Рудорфов. Удостоившись недавно звания «Пэра Франции», он ни в чем не изменил своих привычек. Было известно, что он беден, все относились к нему с большим уважением. Между тем, в конце площади раздались голоса. «Долой Гизо! Долой Причарда! Долой предателей! Долой Луи Филиппа!» Толпа пришла в движение, стеснившись у закрытых ворот во двор, не давала профессору пройти. Он остановился у лестницы. Вскоре он показался на третьей, верхней ступени. Он что-то начал говорить. Толпа загудела, заглушая его слова. Только что он был любим, а теперь его уже ненавидели, ибо он представлял собою власть. Всякий раз, как он пытался что-то сказать, возобновлялись крики. Он сделал широкий жест, предлагая студентам следовать за ним. Ответом был общий рев. Профессор презрительно пожал плечами и исчез в коридоре. Мартинун воспользовался случаем и скрылся в одно время с ним. «Эккий трус!» — сказал Фредерик. «Осторожный!» — отозвался молодой человек. Толпа разразилась аплодисментами. Отступление профессора было ее победой. Из всех окон выглядывали любопытные. Некоторые запивали Марсельезу, другие предлагали идти к Беранже. «К Лафиту!» — «К Шатабриану!» — «К Вольтеру!» — заорал белокорый молодой человек с усами. Полицейские пытались проложить себе дорогу и говорили как можно мягче. «Расходитесь, господа, расходитесь по домам!» — кто-то крикнул. «Долой, убийц!» Со времени сентябрьских волнений это стало обычным бранным словом. Все подхватили его, блюстителям общественного порядка гикали, свистали, они побледнели. Один из них не выдержал и, увидев низенького подростка, подошедшего слишком близко и смеявшегося ему прямо в глаза, оттолкнул его с такой силой, что тот, отлетев шагов напять, упал навзничь у лавки виноторговца. Все раступились. Но почти тот час же покатился и сам полицейский, сбитый с ног каким-то геркулесом, волосы которого выбивались из-под клеенчатой фуражки, точно свалявшейся пакля. Этот человек уже несколько минут стоял на углу улицы Сен-Жак с большой картонкой в руках. Быстро освободившись от нее, он бросился на полицейского и, подмяв его под себя, изо всей силы принялся барабанить кулаками по его физиономии. Подбежали другие полицейские. Грозный Дитина был так силен, что для его украшения потребовалось не менее четырех человек. Двое тросли его за шиворот. Двое тащили за руки. Пятый коленкой пинал взад, и все они ругали его разбойником, убийцей, бунтовщиком, а он, растерзанный, с обнаженной грудью, в одежде, от которой остались одни клочья, уверял, что не виноват. Не мог он хладнокровно смотреть, как бьют ребенка. «Меня зовут Дюсарде. Служу у братьев Валенсар в магазине кружев и бот на улице Клери. Где моя картонка? Отдайте мне картонку!» Он все твердил. «Дюсарде, с улицы Клери, отдайте картонку!» Однако он успокоился и стоически дал увести себя в участок на улицу Декарта. Вслед ему устремился целый поток. Фредерик и усатый молодой человек шли непосредственно за ним, восхищаясь этим приказчиком, негодуя на насилие власти. Но по мере того, как они приближались к цели, толпа редела. Полицейские время от времени свирепо оборачивались, но так как буянам больше нечего было делать, а зевакам не на что смотреть, все мало-помалу разбрелись. Встречные прохожие разглядывали Дюсарде и вслух делали оскорбительные замечания. Какая-то старуха даже крикнула со своего порога, что «Он украл хлеб!» Эта несправедливость еще усилила раздражение обоих приятелей. Наконец дошли до Кардегардии. Оставалось всего человек двадцать. Стоило ему видеть солдат, как разбежались и они. Фредерик и его товарищ смело потребовали освобождения арестованного. Полицейский приглазирован, что если они будут настаивать, их тоже посадят. Они вызвали начальника, назвали себя и сказали, что они студенты-юристы, а задержанный их коллега. Молодых людей ввели в совершенно пустую комнату, с неотштукатуренными закопченными стенами, вдоль которых стояло четыре скамьи. В задней стене открылось окошечко. Показалась огромная голова Дюсарде, его всклокоченные волосы, маленькие доверчивые глазки, приплюснутый нос, черты, чем-то напоминавшие морду добродушного пса. — Не узнаешь нас? — сказал Юсене. Так звали молодого человека с усами. — Ну, — пробормотал Дюсарде. — Брось дурака валять, — продолжал тот. — Ведь ты же студент-юрист, как и мы. Несмотря на их подмигивание, Дюсарде ничего не соображал. Он хотел было собраться с мыслями, потом вдруг спросил. — Нашли мою картонку? Фредерик, отчаившись, возвел глаза к потолку, а Юсене переспросил. — Папку с записями лекций? Да, да, успокойся. Они еще усерднее принялись делать ему знаки. Дюсарде понял, наконец, что студенты пришли ему помочь, и замолчал, боясь невольно выдать себя. К тому же его смущало, что его возвышают до звания студента и приравнивают к молодым людям, у которых такие белые руки. — Хочешь что-либо передать? — Нет, благодарствуйте некому. — А родным? Он опустил голову и ничего не ответил. Бедняга был подкидыш. Приятели не могли понять причины его молчания. — Есть у тебя что курить? — опять спросил Фредерик. Тот пощупал у себя в кармане, потом извлек из него обломки трубки — прекрасные пенковые трубки с чубуком черного дерева, серебряной крышкой и мунштуком из янтаря. Он три года трудился, чтобы довести ее до такого совершенства. Всегда держал ее в замжевом футляре, курил как можно медленнее, никогда не клал на мрамор и каждый вечер вешал у изголовья кровать. Теперь он подбрасывал осколки на ладони. Из-под ногтей его сочилась кровь. Он опустил голову на грудь и, раскрыв рот остановившимся, невыразимо печальным взглядом созерцал то, что осталось от его утехи. — Дать ему сигар, а? — шепотом спросил Юсене и опустил руку в карман. Фредерик уже успел положить на окошечко полный портсигар. — Бери и до свидания. Не унывай. Дюссардье схватил протянутые ему руки. Он сжимал их, голос его прерывался от слез. — Как? Это мне? Мне? — Приятели, чтобы избежать его благодарности, удалились и вместе пошли завтракать в кафе-табуре против Лексенбургского сада. Разрезая бифштекс, Юсене сообщил своему спутнику, что он сотрудничает в журналах мод и сочиняет рекламы для художественной промышленности. — У Жака Арно? — спросил Фредерик. — Вы его знаете? — Да, то есть нет. Ну, то есть я видал его, познакомился с ним. Он небрежно спросил Юсене, встречается ли тот с его женой. — Иногда, — отвечался трапезник. Фредерик не решился продолжать расспросы. Новый приятель сразу занял в его жизни огромное место. Когда позавтракали, Фредерик заплатил по счету, что не вызвало возражения со стороны Юсене. Симпатия была взаимной. Они обменялись адресами, и Юсене дружески пригласил его пройти с ним до улицы Флорюс. Они находились в саду, когда сотрудник Арну, задержав дыхание, вдруг состроил отчаянную гримасу и закричал петухом. И все петухи по соседству ответили ему протяжным — «Ку-ка-ре-ку!» — Это условный знак, — сказал Юсене. Они остановились около театра Бобино, перед домом, к которому вел узкий проход. На чердаке в окошечке между настурцией и душистым горошком показалась молодая женщина, простоволосая, в корсете, и оперлась на водосточный желоб. — Здравствуй, ангел мой! Здравствуй, детка! — Юсене посылал ей воздушные поцелуи. Он ногой толкнул калитку и скрылся. Фредерик ждал его целую неделю. Он не решался идти к Юсене сам, чтобы не подать вида, будто ему не терпится получить ответное приглашение на завтрак. Зато он исходил весь латинский квартал в надежде встретиться с ним. Как-то вечером он столкнулся с Юсене и привел его к себе в комнату на набережной Наполеона. Беседа была продолжительной. Они разговорились по душам. Юсене мечтал о театральной славе и театральных доходах. Он участвовал в сочинении водевилей, которых никто не ставил, имел массу планов, придумывал куплеты, некоторые из них пропел. Потом, заметив на этажерке книгу «Гюго» и «Томик Ла Мартина», разразился сарказмами по поводу романтической школы. У этих поэтов нет ни здравого смысла, ни стиля, да и ни французы они. Вот что главное. Он хвалился знанием языка и к самым красивым оборотам придирался с той ворчливой строгостью, с той академичностью вкуса, какой отличаются люди легкомысленные, когда они рассуждают о высоком искусстве. Фредерик был оскорблен тем, что Юсене не разделяет его пристрастий. Ему хотелось тут же порвать знакомство. Но почему бы не рискнуть и не заговорить о том, от чего зависит его счастье? Он спросил литературного юнца, не может ли тот ввести его к Орну. Это не представляло никаких затруднений, и они условились встретиться на следующий день. Юсене не пришел в назначенное время. Затем обманул еще три раза. Явился он однажды в субботу, около четырех часов, но, пользуясь тем, что был нанят экипаж, он сперва велел остановиться у французского театра, где должен был получить билет в ложу. Заехал к Портному, к Белошвейке, писал швейцарских записки. Наконец, они прибыли на бульвар Монмартр. Фредерик прошел через магазин и поднялся по лестнице. Орну узнал его по отражению в зеркале, стоявшем против конторки, и, продолжая писать, протянул ему через плечо руку. В тесной комнате с одним окном во двор столпилось человек пять-шесть. У задней стены в алькове между двумя портьерами коричневого штофа был диван, обитый такой же материей. На камине, заваленном всякими бумагами, стояла бронзовая Венера, а по сторонам ее, в полной симметрии, два канделябра с розовыми свечами. Направо, у этажерки с папками, сидел в кресле человек, так и не снявший шляпы, и читал газету. Стены сплошь были увешаны эстампами и картинами, ценными гравюрами или эскизами современных мастеров с надписями, в которых выражалась самая искренняя приязнь к Жаку Орну. — Как вы живете? — спросил он, обернувшись к Фредерику. И прежде чем тот успел ответить, шепотом спросил Юсене, — Как зовут вашего приятеля? Потом опять слух. — Возьмите сигару там, на этажерке, в коробке. Художественная промышленность, находившаяся в центре Парижа, была удобным местом встреч, нейтральной территорией, где запросто сходились соперники. В тот день здесь можно было увидеть Антенора Брева, портретиста королей, Жюля Бюрье, который своими рисунками популяризировал алжирские войны, карикатуриста Самбаза, скульптора Вурда, кое-кого еще, и никто из них не соответствовал представлениям, сложившимся у студента. Манеры у них были простые, речи — вольные. Мистик Лавариас рассказал непристойный анекдот, а у создателя восточного пейзажа, известного Дитмера, под жилетом была надета вязаная фуфайка, и поехал он домой в амнибусе. Речь шла вначале о некой Аполлонии, бывшей натурщице, которую Бурье будто бы видел на бульваре, когда она ехала в карете цугом. Юсоне объяснил эту метаморфозу, перечислив целый ряд ее покровителей. — Здорово, этот молодчик знает парижских девчонок, — сказал Арну. — Если что, останется после вас, ваше величество, — ответил Повеса, на военный лад отдавая честь в подражании Гренадеру, который дал Наполеону выпить из своей фляги. Потом зашел спор о нескольких полотнах, для которых служила моделью голова Аполлонии. Подверглись критики отсутствующие собратья. Удивляясь высоким ценам на их произведения, все начали жаловаться, что зарабатывают недостаточно. Как вдруг вошел человек среднего роста во фраке, застегнутом на одну пуговицу. Глаза у него были живые, вид полубезумный. — Эки, вы мещане! — воскликнул он. — Ну что же из того, помилуйте? Старики, создавшие шедевры, не думали о миллионах. Корреджу, Мурильо, а также Пелерен, — вставил сам Баз. Но тот, не обращая внимания на колкость, продолжал рассуждать с таким пылом, что Арну два раза принужден был повторить ему. — Жена рассчитывает на вас в четверг, не забудьте. Эти слова вернули Фредерика к мысли о госпоже Арну. В квартиру, наверное, проходит через комнатку за диваном. Арну надо было взять на собой платок, и он только что отворял туда дверь. У задней стены Фредерик заметил умывальник. Но вот в углу возле камина раздалось какое-то ворчание. Оно исходило из субъекта, читавшего в кресле газету. Ростом был пяти футов девяти дюймов. У него были тяжелые веки, седые волосы и величавый вид. Звали его Режамбар. — Что такое, гражданин? — спросил Арну. — Новая низость правительства. Дело шло об увольнении какого-то школьного учителя. Пелерен снова стал проводить параллели между Микеланджело и Шекспиром. Гитмер собрался уходить. Арну догнал его и вручил две ассигнации. Юсене счел момент благоприятным. — Не могли бы вы дать мне аванс, дорогой патрон? Но Арну опять уселся и теперь разносил какого-то старца в синих очках, весьма противного на вид. — И хороши же вы, дядюшка Исаак. — Обесценены. Пропали три картины. Все на меня плюют. Теперь эти картины всем известны. Что прикажете с ними делать? — В Калифорнию, что ли, их отослать? — К чертям? — Замолчите. Специальность старика заключалась в том, что он подделывал на картинах подписи старых мастеров. Арну отказался платить и грубо выпроводил его. Совсем по-иному встретил он чопорного господина в орденах с бакенбардами и в белом галстуке. Опершись локтем на подоконник, он долго и вкратчиво что-то говорил ему, а потом вспылил. — Поверьте, граф, для меня ничего не составляет достать посредника. Дворянин смирился. Арну вручил ему двадцать пять лойдоров, а как только тот ушел, воскликнул. — И несносны же эти знатные господа! — Все они дрянь! — пробормотал Режимбар. По мере того, как время шло, дела у Арну становилось все больше. Он раскладывал статьи, распечатывал конверты, подводил итоги. На стук молотка, раздававшийся из магазина, выходил понаблюдать за упаковкой, потом снова садился за работу и продолжал водить по бумаге стальным пером. Отвечал на шутки. В тот вечер ему предстояло обедать у своего поверенного, а на другой день ехать в Бельгию. Собравшиеся беседовали на злободневные темы. О портрете Керубини, о полукруглом зале Академии художеств, о предстоящей выставке. Пелерен ругал институт. Сплетни переплетались со спорами. В этой комнате с низким потолком собралось столько народу, что негде было повернуться, а мерцание розовых свечей пробивалось сквозь сигарный дым, точно солнечные лучи сквозь туман. Дверь около дивана отворилась. Вошла высокая худая женщина с движениями столь резкими, что на черном шелковом платье звякали все брелоки ее часов. Это была та самая особа, которую Фредерик прошлым летом мельком видел в поле Рояль. Некоторые называли ее по имени и обменивались с ней рукопожатиями. Юсане вырвал, наконец, у Арно пятьдесят франков. Часы пробили семь. Все стали расходиться. Арно предложил Пелерену подождать, а сам увел мадемуазель Ватназ в туалетную комнатку. Фредерик не слышал их слов, говорили они шепотом, но вдруг женский голос зазвучал громче. — Полгода! Как дело сделано, а я все жду! Наступило опять долгое молчание. Мадемуазель Ватназ вновь появилась. Арно опять пообещал ей что-то. — Ну-ну, посмотрим. — Прощайте, счастливый человек, — сказала она, уходя. Арно быстро вернулся в туалетную комнатку, почернил усы, поправил подтяжки, чтобы туже натянулись штрепки, и, моя руки, сказал. — Мне бы надо было два панно над дверьми, по двести пятьдесят штука, в жанре буше. Можно рассчитывать? — Идет, — ответил покраснев художник. — Хорошо. И не забывайте мою жену. Фредерик проводил Пелерена до конца предместья по Ассаньер и попросил позволения время от времени его навещать. Согласие было любезно дано. Пелерен читал все труды по эстетике, чтобы открыть истинную теорию прекрасного, так как был убежден, что, найдя ее, создаст шедевры. Он окружал себя всевозможными пособиями, рисунками, слепками, моделями, гравюрами и, терзаясь, искал. Он винил погоду, нервы, мастерскую, выходил на улицу, думая там обрести вдохновение, вздрагивал, будто оно уже осенило его, потом бросал начатую картину и задумывал другую, еще более прекрасную. И вот, мучимый жаждой славы и теряя время в спорах, веря в тысячи нелепостей, в системы, в критику, в необходимость каких-то правил или какой-то реформы искусства, он дожил до пятидесяти лет и не создал ничего, кроме набросков. Неуемная гордость не позволяла ему унывать, но он вечно был раздражен, вечно находился в том искусственном и, вместе с тем, неподдельном возбуждении, какое отличает актеров. Когда вы входили к нему, первым делом бросались в глаза две большие картины, на которых коричневые, красные и синие мазки выделялись на фоне белого холста. Все это было покрыто линиями, начерченными мелом, которые переплетались наподобие ячеек ветхой рыболовной сети. Ничего нельзя было понять. Пелерен объяснил содержание этих двух композиций, намечая большим пальцем недостающие части. Одна картина должна была изображать безумие на вухо Доносора, другая — Рим, сжигаемый нейроном. Фредерик пришел от них в восхищение. Он был в восхищении и от этюдов женщин с распущенными волосами, и от пейзажей, на которых во множестве встречались искривленные бури стволы, но главное — от набросков пером в манере Кало, Рембрандта или Гои. В оригинале он их не знал. Пелерен относился пренебрежительно к этим работам в своей молодости. Теперь он стоял за высокий стиль. Он пустился в красноречивые рассуждения о Фидии и Винкельмане. Окружающие предметы усиливали впечатление от его слов. Здесь можно было видеть череп на аналое, ятаганы, монашескую рясу. Фредерик примерил ее. Если он приходил рано, то заставал Пелерена в походной кровати, неудобной, покрытой рваным ковром. Пелерен ложился поздно, он усердно посещал театры. Прислуживала ему старуха в лохмотьях, обедал он в кухмистерской и жил без любовницы. Благодаря беспорядочным знаниям, которых он нахватался, парадоксы его были забавны. Ненависть ко всему заурядному, мещанскому, проявлялась у него в сарказмах, полных великолепного лиризма. А к мастерам он чувствовал благоговение, которое почти возвышало его до них. Но почему он никогда не говорил о госпоже Арну? Ее мужа он называл то славным малым, то шарлатаном. Фредерик ждал, когда он начнет откровенничать. Однажды, перелистывая рисунки в одной из его папок, Фредерик в портрете какой-то цыганки нашел нечто общее с мадмуазель Ватназ. А так как это особо его интересовало, он решил спросить, кто она такая. Насколько знал Пелерен, она была прежде учительницей в провинции. Теперь дает уроки и пытается писать в захудалых газетах. Судя по ее обращению с Арну, можно было, так думалось Фредерику, с честь ее за его любовницу. — Э-э-э, какой там, с него довольны и других. Молодой человек, отвернувшись, чтобы скрыть краску стыда от своей гнусной догадки, развязно спросил, — Жена отвечает ему верно тем же? — Ничуть не бывало. Она порядочная женщина. Фредерик почувствовал угрызение совести и еще усерднее стал посещать редакцию. Большие буквы, из которых на мраморной доске над магазином складывалась фамилия Арну, казались ему особенными и полными значения, словно священные письмена. По широкому покатому тротуару идти было легко. Дверь отворялась почти сама собой, а ручка ее, гладкая на ощупь, казалась, наделена была мягкостью и чуткостью, словно живая рука, которую он сжимает в своей. Незаметно он стал приходить с такой же точностью, как Режимбар. Каждый день Режимбар садился в свое кресло у камина, брал на сиональ, уже не отрывался от газеты и свое мнение выражал каким-нибудь восклицанием или же просто пожимал плечами. Время от времени он вытирал лоб скомканным носовым платком, который был засунут у него на груди между двумя пуговицами зеленого сюртука. Он носил панталоны со складками, полусапожки и длинный галстук. По шляпе с загнутыми полями его легко было узнать в толпе. В восемь часов утра он спускался с высот Монмартра и заходил на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар выпить белого вина. Его завтрак, за которым следовало несколько партий на бильярде, длился часов до трех. Потом он направлялся к пассажу Панорамы выпить абсента. Побывав у Арну, он заходил в Бордусский кабачок выпить вермута. Затем, вместо того, чтобы вернуться к жене домой, он нередко обедал один в маленьком кафе на площади Гайон, где заказывал домашнее блюдо, что-нибудь попроще. Напоследок, он опять перебирался в какую-нибудь бильярдную и просиживал там до двенадцати, до часу ночи, до тех пор, пока не тушили газ и не запирали ставни, измученный хозяин заведения не умолял его уйти. Не любовь к выпивке привлекала в подобные места гражданина Режимбара, а давняя привычка к политическим разговорам. Однако с годами пыл его угас, и он хранил угрюмое молчание. По серьезности его лица можно было подумать, что он поглощен мировыми вопросами. Но все эти глубокие мысли оставались при нем, и никто, даже друзья, не знали, занимается ли он чем-нибудь, хотя он и говорил, будто у него деловая контура. Арно, казалось, спитал к нему беспредельное уважение. Однажды он сказал Фредерику, «Он-то все знает, уж будьте покойны, светлая голова». В другой раз Режимбар разложил на конторке бумаги, касавшиеся залежей Каалина в Британии. Арно полагался на его опытность. Фредерик стал еще более учтив с Режимбаром. Настолько, что время от времени угощал своего нового знакомого абсента, и, хотя считал его глупым, нередко целые часы проводил с ним, потому только, что тот был другом Жака Арно. Торговец картинами, которому довелось помочь кое-кому из современных художников при первых их шагах, как человек передовой, старался увеличить свои доходы, сохраняя в то же время артистические замашки. Он стремился к раскрепощению искусства, к прекрасному по дешевой цене. Все виды парижской промышленности, вырабатывающие предметы роскоши, испытали на себе его влияние, благотворное для мелочей и пагубное для всего значительного. Подлаживаясь изо всех сил к вкусу большинства, он сбивал с пути искусных художников, развращал одаренных, выжимал последние соки из слабых, выдвигал посредственных и всех держал в руках благодаря своим связям и своей газете. Всякие бездарности жаждали видеть свои картины в витрине Арну, обойщики брали у него рисунки мебели, Фредерик видел в нем и миллионера, любителя искусства, и дельца. Все же многое удивляло его. Слишком уж господин Арну был ловок в торговых делах. Так, из Германии или Италии ему присылали картину, купленную в Париже за полторы тысячи франков, и он, предъявив на нее накладную в четыре тысячи, перепродавал из любезности за три с половиной. Одна из обычных его проделок состояла в том, что он требовал от художников в придачу купленной картине небольшую копию под тем предлогом, будто собирается сделать с нее гравюру. Копию он всегда продавал, а гравюра так и не появлялась. Того, кто жаловался, что это эксплуатация, он только похлопывал по животу. Он был, впрочем, превосходный малый, не жалел сигар, говорил «ты» незнакомым людям, и если начинал восторгаться каким-нибудь произведением или человеком, то умел настоять на своем, не скупился на хлопоты, на статьи, на рекламу. Он считал себя вполне честным, и, чувствуя потребность излить душу, простосердечно рассказывал о своих неблаговидных проделках. Как-то раз, чтобы досадиться брату, который основал газету, тоже посвященную живописи, и давал в честь этого события большой званый обед, Арну попросил Фредерико написать в его присутствии незадлаго до назначенного часа письма приглашенным, что обед отменяется. Это ведь не затрагивает чести, понимаете? И молодой человек не решился отказать ему в услуге. На другой день после этого, зайдя вместе с Юсане в контору Арну, Фредерик увидел, как в двери той, что выходила на лестницу, мелькнул под у женского платья. Ах, простите, воскликнулся она, если б я знал, что здесь женщины? Да это моя жена, сказал Арну. Она проходила мимо и решила меня навестить. Как так? спросил Фредерик. Ну да, и пойдет сейчас домой. Прелесть окружающего сразу пропала. То, что было разлито здесь, как ему чудилось, теперь исчезло, или, пожалуй, всего этого никогда и не было. Он испытывал бесконечное удивление и словно боль измены. Арну, роясь у себя в ящике, чему-то улыбался. Не над ним ли он смеется? Приказчик положил на стол кипу сырых бумаг. Вот и афиши, воскликнул торговец. Мне сегодня не скоро удастся пообедать. Режимбар взялся за шляпу. Как, вы уже покидаете меня? Семь часов, ответил Режимбар. Фредерик последовал за ним. На углу улицы Мон Мартр он обернулся, взглянул на окна второго этажа и мысленно усмехнулся, чувствуя жалость к себе, вспоминая, с какой любовью он часто смотрел на эти окна. Где же она живет? Как теперь встретиться с ней? Одиночество вновь окружило его более глубокой, чем когда-либо. Пойдем, усладимся, предложил Режимбар. Кем это? Полынной. Уступая настойчивым просьбам, Фредерик позволил затащить себя в бордоский кабачок. Пока его собутыльник, облокотившись на стол, разглядывал графин, Фредерик смотрел по сторонам, но вот на тротуаре показалась фигура пелерена. Фредерик застучал в окно и не успел еще художнику сесться, как Режимбар спросил, почему его больше не видно в художественной промышленности. Лопнуть мне, если я туда пойду. Он скотина, мещанин, мерзавец, плут. Эта брань была приятно раздосадованному Фредерику. Все же он был ею задет, так как ему казалось, что это слегка затрагивает и госпожу Орну. Что же он вам такое сделал, спросил Режимбар. Вместо ответа пелерен топнул ногой и громко засопел. Он втайне занимался кое-какими делами, например, изготовлением портретов цветными карандашами и подделкой произведений великих мастеров в расчете на непросвещенного любителя, а так как эти работы его унижали, он предпочитал о них молчать. Но гнусность Орну обозлила его. Он излил душу. По заказу Орну, сделанному в присутствии Фредерико, пелерен принес ему две картины, и торговец позволил себе критиковать их. Он порицал композицию, колорит и рисунок, главное рисунок, словом, ни за что не захотел их взять. И пелерен, вынужденный к тому же истечением срока векселя, уступил картины еврею Исааку, а две недели спустя тот же Орну продал их за две тысячи франков какому-то испанцу. За две тысячи франков чистыми, какая подлость, и ведь это не единственное, ей богу, не сегодня, завтра мы еще увидим его на скамье подсудимых. «Это уж вы преувеличиваете?» робко сказал Фредерик. «Ну вот еще преувеличиваю!» воскликнул художник, ударив кулаком по столу. Грубая выход капеллирина вернула молодому человеку самоуверенность. Конечно, можно было бы вести себя приличнее, однако, если, по мнению Орну, эти полотна плохи, договаривайте, «Да вы их видели!» «Понимаете в этом деле?» «А ведь я, знаете, мой миленький, дилетантов не признаю!» «Да меня это не касается», сказал Фредерик. «С какой же стати вы защищаете его?» холодно спросил Перерин. Молодой человек пробормотал, «Да потому что я его друг». «Ну так поцелуйте его от меня! Будьте здоровы!» и художник ушел взбешенный, ни словом, разумеется, не обмолбившись о счете. Фредерик, защищая Орну, сам убедил себя в его правоте. В пылу красноречия он ощутил нежность к этому человеку, умному и доброму, на которого его друзья клевещут и который теперь работает один, всеми покинутый. Он не стал противиться странному желанию тотчас же увидеть его. Десять минут спустя он уже храните письма женщин, сказал Орну. Фредерик покраснел, как девушка и стала пробергать подобные предположения. «Значит, там ваши стихи!» не унимался торговец. Он перебирал образцы афиш, разложенные перед ним, рассуждал об их форме, цвете, бордюре, а Фредерик все сильнее и сильнее раздражал его озабоченный вид. Главное же, его руки, двигавшиеся по афишам, большие руки, несколько пухлые, с плоскими ногтями. Наконец Орну поднялся, сказал «Вот и готово!» и фамильярно взял его за подбородок. Эта вольность не понравилась Фредерику. Он попятился, потом он переступил порог конторы последний раз в жизни. Так он думал, даже на госпожу Орну теперь как будто распространялась вульгарность ее мужа. На той же неделе он получил письмо, которым Деларье сообщал, что прибудет в Париж в следующий четверг. И Фредерик с новой страстью вернулся к этой привязанности, более прочной и более возвышенной. Такой человек стоит всех женщин. Ему больше не нужны будут ни режим-бар, ни пелерен, ни юсане, никто. Чтобы лучше устроить своего друга, он купил железную кровать, второе кресло, распределил на две части свое постельное белье. В четверг утром он уже одевался, чтобы ехать встречать Деларье, как вдруг у дверей раздался звонок. Вошел Арну. Всего два слова. Мне вчера прислали из Женевы чудесную форель. Мы рассчитываем на вас. Сегодня ровно в улица Шозель, дом двадцать четыре. Не забудьте же. Фредерик принужден был сесть. Колени у него дрожали. Он повторял «Наконец! Наконец!» Потом он написал своему портному, шляпочнику, башмачнику и отправил эти три записки с тремя рассыльными. В замке повернулся ключ, появился привратник с сундуком на плечах. Увидев Деларье, Фредерик задрожал, как застегнутая врасплох изменится жена. «Какая муха тебя укусила?» спросил Деларье. «Ведь ты, вероятно, получил мое письмо?» Фредерик не в силах был солгать. Он раскрыл объятия и бросился к нему на грудь. Потом клерк поведал свою историю. Отец отказался дать отчет по опеке, вообразив что необходимость в этом отпадет в силу десятилетней давности. Но Деларье, весьма сведущий в судопроизводстве, в конце концов выцарапал все материнское наследство 7000 франков чистоганом, которые были при нем в старом бумажнике. Это на черный день про запас. Завтра же с утра надо будет подумать, куда их поместить, да и мне самому пристроиться. А сегодня отдых от всех забот, и я весь к твоим услугам, старина. Да ты не стесняйся, сказал Фредерик, если на сегодняшний вечер у тебя что-нибудь важное, ну вот еще, я был бы изрядным мерзавцем. Этот случайно обраненный эпитет, как оскорбительный намек, кольнул Фредерико в самое сердце. Привратник расставил на столе перед камином котлеты, заливное, лангусты, десерт и две бутылки бордо. Деларье был тронут таким приемом. Ты по-царски угощаешь меня, честное слово. Они говорили о прошлом, о будущем, и время от времени протягивали руки через стол с нежностью глядя друг на друга. Но вот посыльный принес новую шляпу. Деларье заметил вслух, какая блестящая у нее тулья. Потом портной самолично доставил от утюжины им фраг. Можно подумать, что сегодня твоя свадьба, сказал Деларье. Часть спустя явилась третья личность и из большого черного мешка извлекла пару великолепных лакированных ботинок. Пока Фредерик их примерял, башмачник насмешливо рассматривал обувь провинцала. — Вам, сударь, ничего не требуется? — Нет, благодарю, ответил клерк, пряча под стул ноги в старых башмаках со шнуровкой. То, что Деларье подвергся такому унижению, смутило Фредерико. Он все меддал с признанием, наконец, словно что-то вспомнив, воскликнул. Ах, черт возьми, я и забыл. — Что такое? — Сегодня я обедаю в гостях. — У Домбрюзов? — Почему ты ни разу не писал мне о них? — Нет, он обедает не у Домбрюзов, у Арну. — Тебе следовало бы меня предупредить, сказал Деларье. Я бы приехал днем позже. — Это было невозможно, резко ответил Фредерик. Я только сегодня утром получил приглашение. И чтобы загладить свою вину и отвлечь внимание друга, он стал распутывать веревки, которыми был обвязан сундук, разложил в комоде все вещи Деларье, хотел уступить ему свою постель, говорил, что ляжет сам в дровяном чулане, потом уже с четырех часов он принялся за свой туалет. — Времени у тебя еще достаточно, сказал Деларье. Наконец Фредерик оделся и ушел. А вот они, богачи. подумал Деларье и отправился обедать на улицу Сен-Жак в знакомый ему ресторанчик. Фредерик несколько раз останавливался на лестнице. Так билось у него сердце. Одна из перчаток слишком узкая лопнула, а пока он засовывал разорванное место под манжету, Арну, следом за ним подымавшийся по лестнице, схватил его за руку и ввел в свою квартиру. Передняя была в китайском вкусе, с расписным фонарем на потолке, с бамбуками по углам. Проходя через гостиную, Фредерик споткнулся о тигровую шкуру. Свечи еще не зажигали, лишь в глубине будуара горели две лампы. Мадемуазель Марта явилась и сообщила, что мама одевается. Арну поднял ее и поцеловал потом, желая сам выбрать в погребе несколько бутылок вина, он оставил Фредерико с девочкой. Она очень выросла со времени поездки в Монтеро. Ее темные волосы длинными локонами спускались на голые руки. Из-под короткого платьица, более пышного, чем у балерины, видны были розовые икры, и вся ее милая фигурка дышала свежестью, точно букет цветов. Комплименты гостя она выслушала с видом кокетки, остановила на нем глубокий пристальный взгляд, потом, проскользнув среди мебели, исчезла, словно кошка. Он больше не испытывал волнения. Шары ламп, покрытые кружевной бумагой, бросали на стены, обтянутые лиловатым атласом, мягкий молочный свет. Сквозь каминную решетку, похожую на большой веер, видны были горящие уголья. Рядом с часами стоял ларчик с серебряными застежками. Тут и там разбросаны были всякие домашние вещицы. На диванчике кукла, на спинке стула косынка, а на рабочем столике вязание, в котором остриями вниз торчали две спицы из слоновой кости. в этой комнате все говорило о жизни мирной, добропорядочной и семейственной. Арно вернулся. Из-за другой портьеры показалась госпожа Арно. На нее падала тень, и сперва он различил только ее лицо. Платье на ней было черного бархата, а волосы покрывала длинная алжирская сетка красного шелка, которая, обвившись вокруг гребня, спускалась на левое плечо. Арно представил Фредерико. «О, я прекрасно помню вас», сказала она. Потом, почти в одно и то же время, прибыли остальные гости. Дитмер, Лавариас, Бюрье, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Лоррис, два художественных критика, товарищ Юсене, владелец пищебумажной фабрики и, наконец, знаменитый Пьер Поль Мейнси Юс, последний представитель высокой живописи, который с бодростью нес не только бремя славы, но и свои восемьдесят лет и огромный живот. Когда гости направились в столовую, госпожа Арну взяла его под руку. Одно место оставалось свободным для Пелерена. Арну его любил, хотя и эксплуатировал. К тому же он опасался беспощадно злого языка Пелерена, настолько, что, желая смягчить живописца, поместил в художественной промышленности его портрет, за которым следовали гиперболические похвалы. Пелерен, более падкий на славу, чем на деньги, появился часам к восьми, совершенно запыхавшись. Фредерик вообразил, что они уже давно помирились. Общество, кушанье, все нравилось ему. Комната была обтянута тисненной кожей наподобие средневековой залы. Против голландской этажерки находился поставец для чубуков. Стаканы богемского хрусталя, разные краски, расставленные на столе среди цветов и фруктов, создавали впечатление иллюминации в саду. Фредерику пришлось выбирать между десятью сортами горчицы. Он ел доспашьё, керри, имбирь, корсиканских дроздов, римскую лапшу. Он пил необыкновенные вина, лифрайон-милимх и такайское. Умение угостить было для Арну делом чести. Он ублажал кондукторов почтовых карет, которые поставляли ему разную снедь, и водил знакомство с поварами богатых домов, сообщавшими ему рецепты приправ. Но больше всего занимали Фредерико разговоры. Так как его увлекала мысль о путешествиях, он наслаждался рассказами Дитмера о Востоке. Его интерес ко всему театральному утолял Розенвальд, говоривший об опере, а суровая жизнь богемы показалась ему забавной сквозь призму той веселости, с которой Юсанэ красочно описал, как он провел целую зиму, питаясь одним голландским сыром. Спор о флорентийской школе, возникшей между Лавариасом и Бюрье, открыл ему новые сокровища, расширил его горизонты, и он уже едва сдерживал свой восторг, когда Пелерен воскликнул «Оставьте меня в покое с вашей отвратительной реальностью». Что значит реальность? Одни видят черное, другие голубое, большинство видят одни глупости. Нет ничего менее естественного, чем Микеланджело, и ничего более замечательного. Забота о внешнем правдоподобии обличает современное убожество. И если так будет продолжаться искусство, превратиться Бог весь в какую ерунду, оно станет менее поэтичным, чем религия, и менее занимательным, чем политика. Его цели, да, цели, заключающиеся в том, чтобы возбуждать в вас бескорыстный восторг, вы не достигнете пустяковыми произведениями, как бы вы не ухищрялись, как бы не отделывали их. Взять, например, картины Басалье, мило, нарядно, чисто и нетяжеловесно, можно положить в карман, взять с собой в дорогу. Нотариусы платят за такие вещи по 20 тысяч франков, а идеи тут на три су. Но без идей не может быть ничего великого, без величия не может быть ничего прекрасного, Олимп это гора, самым потрясающим памятником неизменно останутся пирамиды. Лучше излишество, чем умеренность, пустыня, чем тротуар, дикарь, чем парикмахер. Слушая эти слова, Фредерик глядел на госпожу Арну. Они проникали в его сознание, как куски металла, падающие в горнила. Они сливались с его страстью и притворялись в любовь. Он сидел через три места от нее, на той же стороне стола. Время от времени она слегка наклонялась и поворачивала голову, чтобы сказать несколько слов дочке. Она улыбалась, и на щеке у нее появлялась ямочка, что придавало ее лицу выражение еще большей мягкости и доброты. Когда были поданы ликеры, она скрылась. Разговор стал очень вольным, господин Арну блистал. Фредерик был удивлен цинизмом всех этих мужчин. Однако их интерес к женщинам словно устанавливал между Фредериком и ими равенство, поднимавшие его в собственном мнении. Вернувшись в гостиную, он из приличия взял один из альбомов, лежавших на столе. Крупнейшие современные мастера украсили его своими рисунками, заполнили прозой, стихами или просто-напросто оставили автографы. Рядом со знаменитыми именами встречалось много неизвестных, а любопытные мысли мелькали среди потока глупостей. Все записи содержали более или менее прямые похвалы госпоже Арну, Фредерику, страшно было бы написать здесь хоть одну строчку. Она пошла в будуар и принесла оттуда ларчик с серебряными застежками, который Фредерик успел заметить на камине. Это был подарок мужа работа времен Возрождения. Друзья хвалили покупку Арну. Жена благодарила его, он почувствовал прилив нежности и при всех поцеловал ее. Разговор продолжался, гости расположились группами. Старик Мэнсиус сидел с госпожой Арну на диванчике у камина. Она наклонялась к его уху, их головы соприкасались. Фредерик согласился бы стать глухим, немощным и безобразным ради громкого имени и седых волос, словом, лишь бы обладать чем-то таким, что дало бы ему право на подобную близость. Он терзался в душе негодуя на свою молодость. Но госпожа Арну прошла в тот угол гостиной, где находился Фредерик, спросила, знаком ли он с кем-нибудь из гостей, любит ли живопись, давно ли учится в Париже. Каждое слово, произнесенное ею, казалось ему чем-то новым, возможным только в ее устах. Он внимательно разглядывал бахрому ее головного убора, касавшуюся одним краем обнаженного плеча, и не отрывал от него взгляда, мысленно погружаясь в белизну этого женского тела, однако он не смел поднять глаза, посмотреть ей прямо в лицо. Розенвальд прервал ее беседу, попросив госпожу Арну что-нибудь спеть. Он взял несколько аккордов, она ждала, губы ее приоткрылись, и понеслись чистые, протяжные, ровные звуки. Слов итальянской песни Фредерик не понял. Она начиналась в торжественном ритме, напоминавшем церковное песнопение. Потом музыка оживлялась, звук нарастал, переходил в звонкие раскаты, и вдруг все замирало. Тогда широко и медленно возвращалась нежная начальная мелодия. Госпожа Арну стояла у рояля, опустив руки, глядя куда-то в пространство. Порой, чтобы прочитать ноты, она щурила глаза и наклоняла к голову. На низких нотах ее контральт звучало мрачно, от него веяло холодом. Ее прекрасное лицо с длинными бровями склонялось к плечу, грудь вздымалась, она раздвигала руки, томно откидывала голову, словно кто-то бесплотный целовал ее, а рулады продолжали нестись. Она взяла три высокие ноты, спустилась вниз, затем снова взяла еще более высокую ноту и после паузы кончила фирматой. Розенвальд остался у рояля. Он продолжал играть для себя. Время от времени кто-нибудь из гостей исчезал. В одиннадцать часов, когда уходили последние, Арну вышел вместе с Пелереном под предлогом, что проводят его. Он был с числа тех людей, которые чувствуют себя больными, если не пройдутся после обеда. Госпожа Арну вышла в переднюю. Дитмер и Юсанэ поклонились ей. Она протянула им руку. Она протянула ее и Фредерику. И он всем существом ощутил это прикосновение. Он простился со своими новыми друзьями. Ему надо было остаться одному. Сердце его было переполнено. Почему она пожала ему руку? Был ли то необдуманный жест или знак поощрения? Да полно я с ума сошел. Впрочем, не все ли равно, раз он может теперь посещать ее когда угодно, дышать тем же воздухом, что и она. На улицах было безлюдно. Изредка проезжала тяжелая повозка сотрясаемость вую. Дома следовали один за другим, серые фасады, закрытые окна. И он с пренебрежением думал о людях, которые спят за этими стенами, живут, не видя ее и даже не подозревая, что она существует на свете. Он утратил представление о пространстве, о месте, где находился, ничего не помнил, и, стуча каблуками, ударяя тростью по ставням лавок, шел вперед наугад, растерянный, послушный какому-то влечению. Его обдало сыростью. Он понял, что стоит на набережной. Двумя прямыми бесконечными линиями блестели фонари, и длинные красные языки дрожали в воде, уходя в глубину. Вода была цвета аспидной доски, а небо, менее темное, как будто опиралось на сумрачные громады, возвышавшиеся по обеим сторонам сены. Здания, которых не было видно, еще усиливали мрак. Над крышами плыл светящийся туман. Все шумы сливались в неясный гул. Веял легкий ветерок. Дойдя до середины нового моста, Фредерик остановился, снял шляпу. Расстегнув пальто, он душал полной грудью. Он чувствовал, как из глубины его существа подымается нечто неиссякаемое, прилив нежности, расслаблявший его, как движение воды перед глазами. На церковной башне медленно пробило час, словно чей-то голос позвал его. В этот миг им овладел тот трепет души, когда кажется, что вы переноситесь в высший мир. Необыкновенный талант, к чему он сам еще не знал, внезапно пробудился в нем. Он серьезно спрашивал себя, быть ли ему великим живописцем или великим поэтом, и выбрал живопись, ибо это занятие может приблизить его к госпоже Арну. Так значит, он нашел свое призвание. Цель его жизни теперь ясна, а будущее непреложно. Войдя к себе, он запер дверь и услышал, как кто-то храпит в темном чулане рядом с его комнатой. То был его товарищ, он позабыл о нем. В зеркале он увидел свое лицо. Он нашел, что хорош собой и остановился на минуту поглядеть на себя. и он на Он , он , и